Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно на черной бумаге проверить качество своей акварели. Я провела эксперимент с 30 брендами акварели, выкрасив их на черной подложке. Результат меня очень сильно удивил. Что вообще можно увидеть на черной бумаге? Укрывистость краски, величину помола пигмента, как разносится акварель, пигментированность. Ну и самое интересное это наличие наполнителя и его количество. Именно этому я и уделю основное внимание в этом видео. Сразу скажу, что тест достаточно субъективный. Я не могу давать абсолютных гарантий по своим выкраскам. Но в сравнении мы в любом случае увидим различия между брендами. Перед тем, как анализировать выкраски, я покажу, как именно я выкрашивала. Как мне кажется, не на всякой черной бумаге и не всеми способами нанесения будет видна разница. Мне изначально попалась склейка санета, где очень тонкая бумага. И делая заливки с избытком воды, я получала лужи. И вот именно эти лужи дают больше всего информации. В них отслаивается наполнитель. Если выкрашивать тонким слоем, гладко, без воды, наполнитель скорее всего не отслоится. Какие вообще бывают наполнители в акварели? Из того, что я нашла в открытых источниках и на составах, это коалин, то есть белая глина, и декстрин. По википедии декстрин это олигосахарид, получаемый термической обработкой картофельного или кукурузного крахмала. Я провела эксперимент, в котором смешала голубую фталу от Дэниел Смит с коалином и декстрином. Сама по себе краска на черной бумаге выглядит чисто. С коалином получается белая взвесь. Я так понимаю, что коалин нерастворим в воде. Декстрин же легко растворяется в воде. Он дает клейкость, густоту. И как мы видим, сильный блеск. Вот так выглядят все три варианта после высыхания. Сверху декстрин. Помимо этого в акварель добавляют бычью желчь, глицерин. Я также слышала формулировку увлажнители. Но я не знаю, про глицерин это было или нет. В акварели просто может быть избыток связующего, которым чаще всего является гумиарабик, что будет давать мылкость краски. Я предлагаю начать рассматривать выкраски с наиболее бюджетных брендов и пойти по восходящей. На этом листе у меня собрано 4 бренда детской акварели. В составе этих брендов везде указан декстрин. А вот в этих двух у нас указан еще некий наполнитель. Здесь кроме декстрина других наполнителей не указано. И в принципе по внешнему виду здесь сложно оценить, как себя именно проявляет декстрин. То есть эти мы не будем оценивать. В вот этих двух брендах мы видим блеск, хотя здесь его меньше. Также есть вот такие растеки, есть такая вот некая мутность. Но здесь тоже большой вопрос, нет ли белил в составе. Может быть эту мутность дают белила именно. Но в целом запоминаем как выглядит на черной бумаге детская акварель и идем дальше. Помимо акварели я выкрашивала также гуашь. Это гуашь мастер-класс. Я хотела показать, насколько плотно ложится на бумагу состав, в котором есть коалин. Белая глина. При выкраске мы видим, что цвета насыщенные и яркие, потому что плотность этого цвета гораздо выше, чем у акварели. Если мы сравним с обычными нашими белыми ночами, то здесь гораздо более блекло эти цвета смотрятся. В гуаше же цвет выглядит максимально насыщенным, плотным. И дальше подобные эффекты мы можем проследить и в акварели. Ну и собственно переходим к акварели, которая как раз тоже содержит коалин и максимально похожа по наложению, по нанесению своему на гуашь. Это акварель Фрида от Малевич. Она все-таки не так плотно себя проявляет, как гуашь, но невероятно похоже это выглядит. И интересно, что производитель говорит, что эту акварель нельзя хранить в кюветах. Ее нужно использовать только из тубы и собственно это очень похоже на поведение гуаши. Один из наиболее ужасных результатов мне дала выкраска акварели Art Creation. Здесь такое впечатление, что наполнителя гораздо больше, чем пигмента и выкраска выглядит хуже, даже чем детская акварель. Вот здесь я выкрашивала розовый карминовый цвет, точнее на другой бумаге, более фактурной. И вы видите, да, насколько мало пигмента и насколько здесь много наполнителя. Гораздо более приятный результат мы видим у акварели Sunnet. Это стандартный набор на 16 цветов. Здесь есть некие вкрапления наполнителя, но его гораздо-гораздо меньше. Вот у нас получается совсем чистый черный, что крайне ценно. Сиена сиена жженая чуть-чуть с разводами, охра практически чистая, у броженая вот совсем чуть-чуть. Ну вот практически, практически она чистая, то есть небольшое здесь количество наполнителя, но она блестит. То есть, возможно, что там много декстрина и есть вот этот блеск. Но в целом впечатление производит хорошее. Сразу отсюда можно перейти к выкраске ладоги. Ладога уже не блестит вообще, практически, мне кажется, она не дает блеска. У нее больше вот этих растеков, но в целом она тоже производит неплохое достаточно впечатление. Это совсем не то, что у нас в Art Creation, да, это гораздо-гораздо более чистая акварель. Дальше я выкрашивала гамму Старый Мастер. И здесь мне вообще очень сложно к чему-либо придраться. Вот здесь есть что-то, некоторые какие-то растеки, которые можно чуть-чуть поподозревать, да. Не совсем равномерно выглядит ультрамарин. Но эта акварель не блестит и выглядит тоже очень неплохо. Переходим к белым ночам. Их я выкрашивала дважды. Один раз из кювет, другой раз из туб. Я считаю, что это немножко разные результаты. В кювете у нас связующее промешано должно быть идеальным, да, каким-то образом. И у нас нанесение акварели менее густо происходит, да. И, ну, я считаю, что в кювете должно не так сильно проявляться вот это вот наличие наполнителя. А в тубе у нас неравномерно промешано связующее. У нас может что-то, да, вытекать. И в тубе мы более концентрированный какой-то результат получаем. Но посмотрим, что у нас здесь есть. В целом, все плюс-минус чисто, за некоторыми исключениями. Вот здесь вот у нас втала чуть-чуть, чуть-чуть кобальт, что, в принципе, справедливо. Во всех дорогих пигментах, в большинстве своем, мы будем встречать наполнитель. В ПГ-7 какие-то замутнения. Дальше тут все чисто, чисто. Если честно, да, здесь практически ничего и нет. Что вот интересно, вот это ПГ-8 из тубы, то, что я говорила, вот здесь уже кажется, как будто есть какое-то замутнение, а здесь краска выглядела чисто. Утрамарин какие-то какие-то сомнения у меня вызывает. Вот здесь что-то есть. Здесь опять кобальт немножко мутноватый. С руля у меня вызывает сомнения. PR-122, ПВ-15, вот здесь явно такое видно. Здесь что-то совсем чуть-чуть, вот здесь немножечко. Но в целом, конечно, наблюдается существенная разница с переходом от ученической акварели к профессиональной. Предлагаю перейти к корейскому пиноксу. И здесь все совсем не очень, на мой взгляд. Мне всегда не нравилось, как он ложится на бумагу. Я не могла понять, в чем дело. И здесь видно очень большое количество наполнителя. Вот. Это очень такое значительное количество от массы всей краски. Здесь. Это цвет из кювета, он тоже с наполнителями. Кстати, явно видно, да, как, насколько ровнее ложится краска, которая, она, скорее всего, ну, либо здесь меньше наполнителя, либо его нету, и есть белила. И она выглядит приличнее, чем те цвета, которые без белил, но с наполнителем. Вот здесь немножко. Здесь чуть-чуть. В пинокс экстра ситуация становится гораздо лучше. Это практически чистая акварель. За некоторыми исключениями в дорогих пигментах. Вот здесь, вот здесь. Вот слегка что-то. Какие-то намеки. Вот здесь чуть-чуть. Ну, также это все такие небольшие количества, которые, наверное, все-таки, как оно и должно быть в профессиональных линейках. Посмотрим на Шанхан Профессионал. Это тоже достаточно бюджетная акварель. И вот здесь я должна сказать, что у них как будто раз на раз не приходится. То есть есть какие-то цвета, которые у меня не вызывают подозрений. Есть цвета, в которых много наполнителя. Вот этот блестит, но в нем нет наполнителя в черном. Этот тоже как будто чистый. Вот эти два у меня вызывают подозрения. Посмотрим на Росу Галлари. Это профессиональная линейка Росы. У меня только пять тюбиков. И, в принципе, они себя показали достаточно хорошо. Есть некоторые замутнения в ПГ-8. И подозрения вызывает кобальт. Но этот дорогой пигмент, это очень типично. Дальше я хочу перейти в следующий ценовой сегмент. Как бы вроде бы мы идем в цене по восходящей. Но мы перешли к ученической линейке Виндзор и Ньютон, которая называется Котман. И здесь у нас уже очень большое количество наполнителя виднеется. То есть тут даже поворачивать камеру не нужно, чтобы это заметить. И вот что интересно. В некоторой краске я покупала чисто для того, чтобы выкрасить их на черной бумаге и ознакомиться. Вот когда я купила Котман, я увидела, что он делается в Китае. И у меня не было ничего, никакой акварели до этого, которая делалась бы в Китае. Я обратила внимание на Пола Рубинса и тоже его купила для этого обзора. И вот с Котманом решила как-то сравнить, что у нас будет с другой китайской акварелью. Когда я взяла в руки два этих тюбика, они оба по 8 мл. Я поняла, что это братья-близнецы, у них абсолютно одинаковые крышечки. Такое бывает крайне редко, чтобы у производителей это совпало. И как мне кажется, что две эти акварели производятся, ну, если не на одном заводе, то плюс-минус они родственники. И что интересно, когда я стала выкрашивать Пола Рубинса, я увидела, что это абсолютно чистая акварель. То есть я купила только 4 тубы, мне как бы неинтересно было больше, мне не нужна эта акварель. Но я была просто шокирована разницей вот этой. Они по цене практически не отличаются. И вот такая вот разница в составе. Тут нельзя однозначно судить о качестве. Мы не знаем светостойкости, мы не знаем, как это все работает. Потому что я не пользовалась ни той, ни той акварелью. Но на черной бумаге мы видим вот такую вот разницу. Переходим к следующей акварели, которая крайне меня удивила своим результатом. Это Ван Гог. Я совершенно не ожидала увидеть такие результаты в достаточно непюджетной акварели. У меня сначала было 4 тубы. Я их сравнивала, выкрашивала. Когда я увидела, что... Нет, у меня было 5 туб. А когда я увидела, что во всех из них есть наполнитель, я решила докупить набор с разными цветами. И я поняла, что наполнитель есть вот во всех цветах. У меня, по-моему, 19 цветов. Во всех, кроме одного, я вижу наполнитель. Смотрите, самое интересное, да, ПБК-11 это оксид черный. Это черный цвет. И даже он вот с таким разбелом. Вот такое даже себе не позволяют ученические и детские линейки, более бюджетные. А тут это меня очень удивило. Это вот Даск цвета, которые тоже на ПБК-11. В них тоже много наполнителя. Втала. Хинокридон фиолетовый это, по-моему, называется. Это какая-то Сиена. Охра. Сиропейна тоже с разбелом. ПГ-7. Движемся дальше. И я хочу сравнить здесь три бренда акварели ручной работы. Все российские, да. Хэнди, Мувмун и Джей Джей. Здесь у меня еще выкрасил Роман Шмаль, который тоже, в принципе, акварель ручной работы, но польская. Итак, Хэнди. В целом, производит впечатление, что это акварель очень пигментированный и без наполнителя. Но некоторые моменты меня, в принципе, смущают. Все равно, вот этот, это ультрамарин. И он выглядит просто дико насыщенно. Такого ультрамарина я не увидела нигде. Возможно, потому что в акварели ручной работы очень мало связующего, да. И она вот не так блестит, потому что связующий, оно как бы приглушает вот эту вот насыщенность на черной бумаге. Вот здесь, да, мы тоже видим, что очень насыщенно цвета эти лежат. Поэтому, в принципе, у меня вопросов практически нет. Вот это вот, по-моему, я напишу на экране, я забыла, как называется этот цвет. Это очень дорогой пигмент. И такое ощущение, что здесь, возможно, что-то есть, какой-то наполнитель. Но в целом, мне нечего сказать. Вот это вот некосийское зеленое, это такой бледно-зеленый такой цвет. Очень такой сам светлый. Поэтому кажется, как будто это чисто наполнитель насыпали. Но, по сути, он такой и должен быть. Поэтому, в принципе, я к нему спокойно отношусь. Мувмун, как и заявлено, да, не вижу никакого наполнителя вообще. Выглядит, как чистый пигмент, нанесенный на бумагу. Ах, смотрите. Вот оно и есть, этот чистый пигмент, оно все снимается. Так что, отсутствие наполнителя, это не единственный показатель качества. Значит, это JJ. Ну, мне кажется, что тоже довольно равномерно, довольно прилично выглядит. У Романа Шмаля вот эти два цвета приличные. Вот это вот PBK31, перелент зеленый. Тут я увидела наполнитель, что меня несколько расстроило. Дальше, ПВЦ. В целом, очень тоже хорошее впечатление. Производит достаточно чистый акварель. За исключением вот каких-то вот просто малейших, да. Это кобальт. Я даже не могу сказать, что это прям наполнитель. Ну, что-то. Это нечто. На удивление, да, в ПВЦ-14 мы видим абсолютно чистый цвет. Такого вы не найдете практически ни у какого бренда. Чистый PBK11, тинт. Вот этот. Это цирулиум. Ну, возможно, в нем что-то есть. Мизер какой-то. Возможно, что и нет. Очень сложно по гранулирующим вот таким цветам. Очень сложно что-то говорить. Ультрамарин Дип. Вот я не знаю. Вот я не знаю, что это. Не знаю. Может есть, может нет. Вот здесь однозначно есть. Это какой-то мылкий сумасшедший цвет. Они пытались сделать какую-то странную землю зеленую. Она явно с наполнителями какого-то странного цвета салатового. Ну, вот что-то они такое придумали. Еще одни выкраски, которые сильно меня удивили. Миджела Мишан Голд. В целом, вот этот акварель себе показала очень хорошо. Вообще все чисто, гладенько, красиво. Единственное, что у них проблема с тубами. Часто отслаивается связующее. И у меня получается выдавить вот нечто такое блестящее и мылкое. Но в целом, прям, Миджела ставим пятерку. Мне было интересно сравнить, как отличается по качеству у них Миджела Мишан Уайт серия. Ну, она не популярная, но все равно ради интереса я взяла тот пигмент, который у меня уже был. ПГ-36. И здесь есть некоторая мутность. Ее плохо видно. Но такое ощущение, что по качеству все равно чуть-чуть этот акварель отличается. Ага, дальше переходим к Сен-Илье. И Сен-Илье меня огорчил. Раньше это была моя любимая акварель. И я не ожидала, что при такой цене у них столько наполнителя. Я подозреваю вот это место. Я подозреваю лимонную, что редко происходит с желтыми цветами. Там вообще очень сложно что-то разглядеть. Но здесь мне не очень нравится, как она выглядит. Здесь слишком плотно лежит ПВ-19. Вот здесь есть какая-то мутность. Я это проверяла еще на других выкрасках. Там был дополнитель. Здесь в ПВ-16 ситуация, опять же, достаточно естественная. Потому что дорогой пигмент их разбавляют. Мне очень не понравился вот этот Кобальт. Он выглядит... Выглядит очень странно. То есть я жду от дорогого Кобальта. У дорогого бренда я жду вот какой-то такой ситуации. А здесь... Я не могу однозначно, да, говорить, что это прям какой-то плохой Кобальт. Но он вызывает у меня вопросы. Еще одна страничка, на которую я сильно удивлялась. У меня есть только один цвет от Гальбейна. И я думала, что это такая супер профессиональная, крутая краска. Которая прилично стоит. Вот у меня этот тюбик малюсенький, 5 мл, который стоил на Джексонсе 500 рублей. И мы получаем просто краску, нашпигованную наполнителем. Что меня, конечно, очень расстроило и отвратило вообще от этого бренда. Дальше мы переходим к Винзеру Ньютону. Вот у меня буквально 5 цветов есть. И здесь я тоже была крайне удивлена. Потому что, ну вот когда подозреваешь Кобальт, еще не так обидно. Здесь земля зеленая, она тоже немножко мутноватая. Я еще выкрашивала. Там, ну, чуть-чуть есть наполнителя. Этот Кобальт вроде ничего такой. Очень даже прилично смотрится. Но наполнитель в Индентрэйне меня прям обидел за эту стоимость. Прям обидел. Прям я расстроилась насчет этого. Шминки меня тоже удивил. Потому что в нем прям приличное количество наполнителя. Вот здесь явно видно. Здесь ничего не поймешь. Вот здесь я тоже подозреваю. Хоть это и гончарная розовая. Она такая тоже, да? Неоднозначная. Но я подозреваю все равно его. И вот здесь у меня явно, да, видно в сравнении ПГ-36 от Шминки. Здесь это прилично. Это прям вот не мизер, да? Это, ну, во всяком случае, на этой выкраске это выглядит приличным количеством. И вот у Меджелла этот цвет абсолютно чистый. Дальше я выкрашивала Рембрандт. Рембрандт показал себя очень прилично. То есть вот это все, вот эта вся зона, это Рембрандт. Чистые цвета, все хорошо ложится. По-моему, я подозревала вот этот цвет, только это нафтол. Но не могу сейчас сказать ничего однозначно. То есть вот у Рембрандта либо совсем там какие-то вот, да, пыль может быть, да? Но в целом прям очень хорошо эти выкраски себя показали, да? Вот можно сравнить, как отличается по качеству ПВ-19 в Рембрандте и ПВ-19 в Ван Гоге. Это просто земля и небо. И вот у меня еще один цвет от Рембрандта коричневый. Ну, тоже абсолютно чистый. Так, запаситесь терпением. У меня осталось буквально три листочка. Значит, это выкраска Дервиэнта графитинт, которая продается как акварель, да, в наборе. И здесь ничего плохого я не вижу. Я так понимаю, что там в составе только графит и какой-то пигмент. Ну, это достаточно сухие такие краски. Очень похоже на выкраски на акварель ручной работы. То есть вообще ничего плохого про нее сказать не могу. Дальше у меня МГРМ. В целом мне на выкраске тоже нравится. Это все выкраски из туп. Честно, никаких вопросов у меня, наверное, к нему нет. Вот этот Авериди на ПГ-18, то есть это гранулирующий цвет, поэтому он такой слегка неровно лежит. Здесь я тоже не могу сказать, что это наполнитель. И последним я покажу Дэниел Смит. Для меня он выглядит просто максимально хорошо. Мне очень нравится, как наносятся цвета. Практически нет никаких разводов. Все так ровненько, красивенько, гладенько ложится. Это все на этом листе выкраски с доткарты. То есть я хотела посмотреть максимум цветов. В принципе, у меня никому нет вопросов. Это какая-то странная, но это гранулирующий цвет. Сейчас я вам покажу Дэниел Смит из туп. То есть ту акварель, которую я уже покупала, как это выглядит. И тут практически нет разницы. Они, видите, максимально темные, эти цвета. То есть даже вот никеля за еллу, все темное. То есть это говорит о том, что там либо ноль, ну скорее всего ноль наполнителя, просто его нет. Настолько чисто и темно это смотрится на черной бумаге. Вот к этому цвету у меня есть вопрос. Это родонит, это минеральный какой-то пигмент, ну типа какой-то перетертая какая-то порода. И вот здесь, мне кажется, они добавляли наполнитель, либо чтобы стабилизировать все это, либо просто чтобы сэкономить, потому что может быть это очень дорого такой цвет делать. И вот здесь в Mayan Blue тоже что-то есть. Хотя не знаю, может я плохо промыла кисть после этого цвета. Если вы хотите протестировать какой-то бренд, и вот хотите, да, купить какие-то цвета, не выбирайте желтый, оранжевый. По ним очень плохо понятно все. Не надо выбирать белильные цвета, естественно. Лучше всего видно наличие наполнителя на прозрачных цветах. Прозрачные розовые, красные, фиолетовые, коричневые, черные, земляные цвета, зеленые. Но лучше брать прозрачные. По ним наиболее понятно можно увидеть, есть наполнитель. Нет, сколько его в гранулирующих цветах. Это будет делать сложнее, потому что они неравномерно наносятся на бумагу в любом случае. Для меня этот тест стал основополагающим. Покупая новую акварель, я теперь начинаю с выкраски именно на черной бумаге, а не на белой. Я пришла к выводу, что у большинства брендов такая тенденция, что наполнителя будет в среднем одинаковое количество во всех цветах за редкими исключениями. Ну то есть, если наполнителя в, например, пяти цветах очень-очень маленькое количество, то оно примерно таким и будет. Может быть, где-то не будет наполнителя, может быть, в дорогих пигментах его будет чуть больше. Но в целом вот эта средняя линия, она будет одинаковой. О чем нам, в принципе, говорит количество наполнителя? Если наполнителя много, то пигмента будет меньше, будет выше расход краски. Возможно, что избыточное количество наполнителя будет давать нам сложности в создании глубоких оттенков, сгустки и неравномерное нанесение в плотных слоях. Я оставлю ссылку на видео, где сравнивали наглядно сонет и белые ночи. Там показали, что из-за наполнителя в акварели хуже происходит растекание и сложнее сделать такие эффекты, как, например, с присыпанием соли. Если мы видим мало наполнителя в краске, то, значит, скорее всего, в ней больше пигмента и меньше будет расход. Но качество акварели, естественно, определяется не только выкраской на черной бумаге. Я думаю, что весь этот эксперимент дал мне много пищи для размышлений. Что-то я буду додумывать, сравнивать дополнительно и снимать про это отдельные видео. Я надеюсь, что мое маленькое исследование окажется полезным для вас. Я потратила много сил и времени на то, чтобы во всем этом разобраться. Поэтому я надеюсь, что вы не пожалеете лайка и комментария, а также подпишитесь на канал, так как я планирую публиковать здесь только качественный контент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!